МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда вы, уважаемые телезрители, видите репортажи про Государственный совет Чувашии, это почти всегда кадры из большого зала заседания. Сегодня все будет по-другому. С депутатами мы побываем в спортзале и даже в больнице. Но обо всем по порядку. Забивать и пасовать депутаты Госсовета могут себе позволить. Но только в спортивном зале. А сегодня и мы с ними. Несколько раз в неделю он меняет рабочий кабинет на физкультурный комплекс, а деловой костюм на спортивную форму. Он – это игрок под номером один в волейбольной команде Государственного совета, его председатель – Валерий Филимонов. В этот раз его команде предстоит дружеский матч с представителями контрольно-счетной палаты. Вместе с Валерием Филимоновым играют представители аппарата Госсовета и депутаты – Сергей Павлов, он под номером три, и Юрий Зорин, игрок под номером восемь. Мне цифра восемь очень нравится. Это означает бесконечность. А какова ваша роль в команде? Я и нападаю, и пасую. Так, две функции. Да, когда видишь, какого игрока у нас не хватает, то позицию я и занимаю. А в Госсовете вам что больше нравится – нападать или как-то принимать или пасовать? В Госсовете нравится и то, и другое, и третье. И блокировать тоже, в том числе. Команда контрольно-счетной палаты, они в синей форме, подает первой и забивает. Однако при второй подаче Сергей Павлов удачно ставит блок. Счет выравнивается, а затем мяч опять касается поля команды Госсовета. Теперь Сергей Павлов решает атаковать. С этого момента Госсовет начинает уверенно лидировать. У меня вот оператор спрашивает, а не подается ли еще контрольно-счетная палата Госсовету? Нет, конечно. Мы стараемся играть. Наверное, надо признать, что сегодня соперник сильнее нас. Мы будем еще дальше тренироваться и еще раз постараемся встретиться на товарищеской игре. Игроки меняются площадками и расходятся с итоговым счетом 25-6. Когда вы на спортивной площадке, у каждого своя роль. Кто-то принимает, кто-то пасует, забивает. В Госсовете так же? Похожа вообще игра на ситуацию? Ну, совершенно правильно сказали. На самом деле, каждый по-своему играет. И, что удивительно, каждый находит свое место. Азарт захватывает. Я понимаю, что душить у меня не получится, но я зато могу, как говорится, поймать такие сложные мячи, могу прыгнуть, передать. По-моему, уже ребята очень хорошо работают и играют. Так же, как в жизни. Кто забил больше мячей, в этот раз, по сути, значения не имеет. Волейболе на спартакиаде органов власти, госсоветы и контрольно-счетная палата наступают общей командой. Мы находимся в больнице, а именно в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Но с нашей съемочной группой все в порядке. Дело в том, что один из депутатов Государственного совета является здесь главным врачом. Николай Станиславович, когда у вас интервью берут, наверняка первое, что спрашивают, это как вы совмещаете вашу депутатскую деятельность. И управление огромным федеральным центром. Я немножко перефразирую вопрос. Вы же не только управляете огромным федеральным центром, вы действующий хирург. То есть вы уже приносите обществу огромную пользу. В таком случае зачем вы пошли в депутаты? Когда мы обсуждали эту тему, я тоже себе задал вопрос, зачем мне это нужно. И как-то вот коллеги говорили, что, ну, знаете, общественная деятельность, она достаточно широка. И много разных вопросов. Но вот по истечению тех пяти лет, уже практически двух лет, которые текущего созыва, можно сказать, наверное, нам удалось сделать много интересного. И что касается социальных объектов, и различных проектов. И потом депутатская деятельность, это ведь не только там конкретные запросы конкретных людей. Да, это действительно, порой бывают такие масштабные вопросы. Вот, например, сейчас заложим и активно, если подходит это слово, лоббируем строительство нового детского садика. Вот, 260 детей, два детских сада на всю эту территорию. Один с 46-го года постройки, другой с 53-го, 54-го. То есть, соответственно, они, естественно, не соответствуют уже никаким нормативам. Следующий масштабный проект, который, вот, я уже думаю, что будет реализован в текущем году, это начало газификации тоже. Много сложностей, много проблем было с этим и так далее. Сейчас активно обсуждаются общественные места и пространства. Это не только те, которые будут реконструированы в текущем году, например, там Московская набережная, Красная площадь, да, но еще и в каждом округе есть дворы, которые будут подвергнуты, допустим, ремонту и реконструкции. Вот, это многоплановая работа. То есть, хочется помогать людям, и не только со здоровьем? Мне, наверное, может быть, даже проще вникать в проблемы людей, да, поскольку в любом случае с профессиональной точки зрения моя работа связана непосредственно с людьми. Другое дело, что здесь я как доктор принимаю, скажем так, и в большей степени занимаюсь какими-то телесными недугами, а на округе это уже такие общественные проблемы, да, социальные вопросы. А вот не возникает ли конфликт интересов у вас, как у вас врача, и у вас, как у парламентария? То есть, да, принимается какой-то закон, вы как парламентарий понимаете, что, в принципе, это нужно сделать, но как врача, да, у вас внутри все сопротивляется, ну, потому что, там, вы понимаете, что медицина или, да, от этого не выиграет. Бывают такие случаи? Ну, наверное, крайне редко. Вот даже так вот, если сейчас на память вспомнить, такого практически не было. Все-таки основные вопросы, которые мы выносим на сессию, они проходят достаточно глубокую проработку в комитетах, и существуют действительно серьезные дискуссии. В том случае, если мы не находим какой-то консенсус или нет единого мнения, создается рабочая группа, и уже на рабочей группе этот вопрос более детально и глубоко изучается. А вот с теми новостями, которые сейчас в здравоохранении, да, появляются, вы со всеми согласны? Я не знаю, может быть, берем, если брать оптимизацию, да, когда больницы объединяются в более крупные больницы, но что-то приходится, например, закрывать в районах где-то, или даже, например, да, у нас северная больница, там объединились с БСМП, вы поддерживает это или вы были против? Я как организатор поддерживаю. Почему? Вот могу несколько примеров привести. Один, наверное, из самых таких ярких примеров – это все-таки в свое время, когда закрывались акушерские отделения в центральных районных больницах. Была очень широкая дискуссия, я тогда еще не был не парламентарем, но имел опыт работы в Министерстве здравоохранения. И, конечно, как, допустим, гражданин, мне тоже было бы обидно, наверное, если бы то или иное акушерское отделение закрывалось бы в непосредственной близости. Но мы создали взамен этих акушерских отделений высокоспециализированные медицинские центры, перинатальные центры, и сейчас по младенческой смертности мы находимся на втором месте по Российской Федерации. То есть, как врач, Вы считаете, что лучше роженицу довезти куда-то в перинатальный центр в Чебоксары на скорой, нежели чтобы она где-то и обслуживали? Ну, у нас небольшая республика, и транспортная доступность достаточно неплохая. А если представить, что зависит все от Вас, например, так получилось, что бы Вы изменили в системе здравоохранения сейчас, если бы все можно было с легкостью по щелчку пальца? Ну, я думаю, что все-таки, наверное, нам надо уменьшать количество отчетов и бумажной работы. Когда я готовилась к интервью, обсуждала с коллегами какие-то вопросы, я слышала такое мнение, что Вы всегда такой сдержанный, элегантный и даже, можно сказать, идеальный. Вот в какой ситуации Вас можно застать другому? Что Вас может вывести из себя? Ну, на самом деле, не всегда я сдержанный. Это, наверное, только внешне может быть. Иногда мы тоже достаточно бурно здесь, у себя на работе обсуждаем какие-то вопросы. И я стараюсь лишних эмоций, конечно, не проявлять, поскольку рабочие процессы есть рабочие процессы. И самое главное, на мой взгляд, сохранить климат доверия, уважительного отношения друг к другу. И, конечно же, никогда не переходить на какие-то обидные слова, на личности. Это уже самое последнее дело. Но иногда, когда требуется некая такая административная рука, когда требуется принимать волевое решение, особенно когда это связано с какими-то конкретными сроками, я тоже иногда себе позволяю, скажем так, вот, что называется, повысить немножко тон, для того, чтобы люди прочувствовали, что действительно ту работу, которую мы делаем, она важна не только для нас, как работников федерального центра, сотрудников федеральных центров, но в первую очередь, наверное, для наших пациентов. А вот если в семье дети, не знаю, двойку принесут, да, за контрольную по математике, что им грозит за это? Ну, что грозит? Ну, я думаю, что всегда есть, наверное, метод кнутая пряника. В прямом смысле, естественно, никакого рукоприкладства быть не может, да, но любой ребенок должен понимать, что школа, учеба – это труд, да, это вот та основная работа, которой он занимается. И понятно, что за хороший труд есть какой-то стимул, а когда человек где-то, может быть, скажем так, немножко отлынивает, то, соответственно, лишний раз в кино не сходим, лишний раз, допустим, в чем-то будем ограничивать ребенка. Я, например, тоже очень серьезно отношусь к возможным гаджетам, поскольку прекрасно понимаю, что это такая существенная проблема, и вот как одно из таких стимулирующих мер мне вот, например, у среднего сына пришлось на какое-то время забирать компьютер, а вот куда деваться. Ну что ж, у меня остался короткий блиц-опрос, да, постарайтесь отвечать достаточно быстро, коротко и желательно не задумываясь сильно. Ну что, тогда начнем. Кем бы вы стали, если бы не стали врачом? Наверное, юристом бы. Так, ваша самая необычная способность? Делать несколько дел одновременно. Так, опишите свой идеальный выходной день. Это лето, дача, хорошая солнечная погода, вот, шашлыки, дети рядом, ну вот так вот. Излюбленный вопрос Владимира Познера. Так, каким пороком вы чувствуете наибольшее снисхождение? Что бы вы готовы простить своим знакомым коллегам? Ну, наверное, ложь в какой-то степени, да, потому что ее, ну, можно найти оправдание, если захотеть. То есть приходится, да, иногда это плохо? Да, ну, это наиболее частый порог, с которым сталкивается любой человек, так или иначе, в своей жизни, мне кажется. Вот, ну, и надо уметь прощать, конечно. А какие качества, наоборот, цените выше всего? Честность, целеустремленность, трудолюбие и желание достигать каких-то результатов. Для вас счастье это? Это моя любимая работа, это здоровье и спокойствие в семье, своих близких. Ну, и я считаю, что все-таки это самочувствие тех, с теми людьми, которые меня окружают. То есть коллектив это все-таки вторая семья, и для меня это второй дом. Поэтому, как складываются взаимоотношения между людьми и в коллективе, для меня это очень важно. А если бы у вас появилась волшебная палочка, вот в первую очередь вы бы что сделали? Наверное, улучшило бы благосостояние наших людей, в первую очередь. Для того, чтобы они чувствовали себя немножко чуть-чуть более счастливыми. Теперь мне тоже хочется, чтобы у вас появилась волшебная палочка. Ну что ж, и какова сейчас ваша цель в жизни? Ну, если говорить о среднесрочной перспективе, мы задумываемся о расширении нашего лечебного учреждения, и хотим в ближайшее время сделать пристрой. Вот это такая цель, связанная с профессиональной деятельностью. Если говорить о депутатской деятельности, то, конечно же, те задачи, которые я стояла перед собой, выбираясь на округе. Вот это и строительство и новой школы в микрорайоне Волжске-3, которая, по сути дела, идет газификация завожия, строительство нового садика. Это благоустройство наших малых парков, дворов. Спасибо большое. В Госдуме России больше всего Львов. Речь про знак Зодиака. Журналисты решили проверить, представители каких знаков чаще всего идут в политику. Такое же исследование мы провели в Госсовете Чувашии. Оказалось, что и среди наших законодателей преобладают Львы. Их в Государственном Совете 9. На втором месте Тельцы. Их 5. И этот результат тоже совпадает с данными по Госдуме, где представители этого знака также вторые. Про Львов астрологи говорят. Они очень амбициозны. Многие представители этого зодиакального знака являются экстравертами и предпочитают всегда находиться в центре событий. Львами, к примеру, были Александр Македонский и Наполеон. Что касается Тельцов, то этот знак называют одним из самых трудолюбивых. Среди известных политиков Тельцов Владимир Ленин и Владимир Жириновский. Этот срез, который вы сделали, он характеризует как конкретный орган, так и ту функцию, которую он исполняет в текущее время. Я бы сказал так. Оба этих знака дают стабильность. Мы ведь не должны придумать суперновые законы, которые разломают все, что есть. Революции не должны устраивать. Значит, соответственно, легкомыслей не должно быть. Основная функция – это защитить и получить наибольшее из того, что мы уже имеем. Ну, эти два знака на этот период важны. Меньше же всего в Государственном Совете оказалось представителей знака Дева – всего один депутат. Про этот знак говорят, что они больше других стремятся к совершенству во всем. Стремление к лучшему заставляет Деву подмечать изъяны во всем, что ее окружает, что требует исправления. Я мог бы сказать так. Дева очень любит других поучать. И представляете, если все Девы будут там. Ни до какого результата они не добьются, потому что по мелочам будут сражаться. Впрочем, для гармоничной и эффективной работы Госсовета нужны, конечно, все стихии и знаки, отмечает астрономировок. Редактор субтитров А.Семкин